Сенсация мирового масштаба! Найдены захоронения легендарного библейского народа филистимлин. Считается, что именно они научили другие народы Ближнего Востока выплавлять сталь. Филистимлининым был легендарный воин Голиаф. Но откуда они пришли и куда исчезли, ученые до сих пор не узнали. Израиль, Ашкелон, 2013 год. Группа американских археологов обнаруживает целое кладбище скелетов. Люди были похоронены на современный манер, без многочисленных украшений, оружия и керамики. При этом само кладбище очень древнее, ему не менее трех тысяч лет. Ученые уверены, это останки легендарных библейских филистимлин. Раскопки сопровождали большие трудности. Ортодоксальная еврейская община выступала категорически против эксгумации этих останков. Дело в том, что с глубокой древности филистимлини считались главными врагами евреев. Если верить преданиям, иудеи принимали их за злых и агрессивных существ, пришедших из какого-то другого мира. А само древнееврейское слово «филистимлини» означало «пришельцы». Но подтвердят ли ученые внеземное происхождение легендарного библейского народа? И откуда на Земле вообще появилось такое разнообразие рас и народов? Неужели нашими предками были рептилоиды? Алиен от прилетели из галактики Тау-Кита. Как менялся цвет кожи первобытных людей? Я на рыжести, это моего получают неандертальцы. Что делают потомки древних македонцев в Средней Азии? Действительно, есть основания относить себя к максимально древнему роду. Куда исчезли наши родственники-хоббиты? Популяции не пересекались, и такого обмена генами не происходило. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открытие захоронений загадочных филистин. Филистинлин стала настоящей сенсацией. Ранее высказывались самые фантастические версии, как они могли выглядеть. Знаменитый представитель этого народа, богатырь Голиаф, обладал огромной силой. В наши дни его бы сравнили с супергероем Халком. Его главным соперником был иудейский воин Самсон. Он также обладал сверхчеловеческими способностями, необходимыми для борьбы с филистинлинами. Невольно напрашивается вывод, что легендарные жители Палестины внешне существенно отличались от остальных людей. Необычный облик филистинлин отразили и древние египтяне, украшавшие один из храмов в легендарных фивах. Вот на этих изображениях фигуры, например, египтян, выглядят небольшими и хрупкими, ну, я бы сказал, интеллигентными, по сравнению с очень такими высокими филистинлинами, которые изображены как злодеи, на головах которых красуется железный шлем. Кто такие филистинлини на самом деле, если они так разительно отличаются от людей? Российский писатель и историк Николай Мальцев в своей книге «Инопланетяне и земные аборигены» обращает внимание на случайное, казалось бы, совпадение. Ученым давно известно африканское племя догонов. Они считают себя потомками инопланетян, прибывших на Землю из системы Сириуса. Дагоны издревле владеют уникальными знаниями в астрономии. Причем их представления о Вселенной подтвердились лишь во второй половине 20 века. Но вот что интересно, одного из главных богов в пантеоне Филистимлен называют именно Дагон. Народ Голиафа, так же как и представители африканского племени, обладал удивительными для своего времени знаниями. Они умели плавить железо и варить пиво, а их обычаи считались на Ближнем Востоке по меньшей мере странными. Использовали в пищу свинину, которую не ели местные жители. А иногда, кстати, даже употребляли мясо собак, что было вообще совершенно нетипично для тех жителей. Религиозные обряды Филистимлен были невероятно жестокими. Например, они практиковали жертвоприношение детей. Младенцев сжигали в печах или замуровывали в стенах. Возможно, поэтому в захоронении, которое обнаружили археологи в израильском Ашкелоне, практически не было детских тел. Но кто такие эти филистимляне? И откуда они пришли? Кости из израильской гробницы отправили на экспертизу. Сейчас антропологи по останкам восстанавливают истинный облик жителей Древней Палестины. И некоторые из ученых не исключают. Когда работы будут завершены, мы увидим существ, абсолютно непохожих на землян. На Земле существует три расы. Европеоидная, негроидная и монголоидная. Некоторые исследователи выделяют еще американскую и австралийскую расы. Представители всех пяти групп очень сильно отличаются друг от друга. При этом каждая раса вбирает в себя сотни народов, также весьма непохожих. Так к европеоидам относятся как блондины из Скандинавии, так и смуглые индийцы. Представители негроидной расы, банту, золусов и жители Эфиопии Амхара тоже не перепутать. Но порой мы не различаем лица представителей других наций. Это происходит из-за так называемого эффекта перекрестных рас. По мнению психологов, он вызван тем, что в детстве, когда закладываются основные пигнитивные навыки, мы редко сталкиваемся с представителями других народов. Для них все европейцы на одно лицо. А мы, видя китайцы или японцы, так считаем, что все они крайне похожи друг на друга. Любопытно, я несколько раз проверял это на японских и китайцев, просто заходя с одного входа, потом выходил, через другой и снова входил. И меня каждый раз встречали как абсолютно свежего, нового человека. Так что, собственный опыт доказывает, что действительно так. На самом деле, такого разнообразия внутри одного вида, как у хомо сапиенс, в природе практически не существует. Программа «Тайный Чапман» проводит собственный эксперимент, который продемонстрирует, насколько представители разных народов могут отличаться друг от друга. В исследовании участвуют коренной житель столицы Николай, выходец из Китая Сунлинь, Ахмет из Египта и Серж и Скотт-де-Вуара. Какие испытания мы для них приготовили, узнаете совсем скоро. Почему жители Земли настолько разные? Большинство антропологов считают, что 2,5 миллиона лет назад все представители человечества были одинаковыми. Первые люди были темнокожими. Ученые считают, что, имея наши предки другой цвет кожи, они не смогли бы выжить под палящим солнцем Африки. Осветлеть они начали в результате мутаций. Эта версия вызывает множество вопросов. Есть примеры, что природные условия за многие тысячи лет никак не сказались на внешнем виде людей. Сицилийское королевство, 1150 год. Знаменитый географ Аль-Идриси описывает путешествие арабских мореходов к Канарским островам. На острове Тенерифе они обнаружили загадочных людей с бледной кожей и длинными волосами цвета льна. Это были гуанчи, один из самых загадочных народов на Земле. Согласно существующим научным представлениям, за тысячи лет жизни под палящим солнцем гуанчи должны были превратиться в типичных жителей этих широт, стать смуглыми брюнетами. Но этого не произошло. Существуют и другие удивительные примеры, заставляющие задуматься о том, что общепризнанная теория о происхождении рас и народов всего лишь выдумка, призванная скрыть правду о прошлом человечества. Британская Индия, Калькутта, 1880 год. Из печати выходит книга «Племена Гиндукуша», исследователя горных районов Азии полковника Джона Биддлфа. В этом труде описаны удивительные народы, проживающие на севере нынешнего Пакистана. Они абсолютно не похожи на своих соседей, кашмирцев или пуштунов. У любого путешественника, который отправляется в современный Пакистан, при виде народа Калаши, местной народности, которая насчитывает, ну, может быть, 5 или 6 тысяч человек, возникает реальный когнитивный диссонанс. В самом сердце исламского мира удалось выжить и сохранить свои традиции язычникам, которые к тому же выглядят сплошь, как славянские Алены и Иваны. Нравы Калашей по меркам Ближнего Востока считаются необычайно свободными. Например, местные девушки могут самостоятельно выбирать себе мужа. Если брак оказался несчастливым, то и развестись по собственному желанию. Удивительно, но этот небольшой народ до сих пор сохранил свою древнюю религию, даже под давлением воинственных соседей. Пакистанские Калаши, в отличие от большинства жителей Средней Азии, голубоглазы и светловолосы, как жители Северной Европы. Есть гипотеза, что Калаши – никто иные, как далекие потомки воинов армии Александра Македонского. Пакистанские горцы и в самом деле считают, что их предки родом из Древней Греции. Долгое время многие специалисты шутили, что Калаши просто придумали себе красивую родословную. Каждый народ с правом на самоопределение в основе этого самоопределения ищет как можно более глубокую достоверность. Ну, с перегибами, естественно, у любого народа действительно есть основания относить себя к максимально древнему роду. Однако генетические исследования отчасти подтвердили эту версию. Выяснилось, что легенда о происхождении Калашей от великого завоевателя недалеки от истины. Анализ Y-хромосомы, то есть по мужской линии, показывает, что греческая примесь может составлять от, ну, может быть, 20, даже 40 по некоторым исследованиям процентов. Анализ мета-ДНК, то есть женской линии, показывает отсутствие вклада южной и восточно-азиатской линии, что выделяет все-таки Калаши от всех остальных соседей. Однако, если верить официальной признанной теории о происхождении рас и народов, более чем за 2000 лет жесткие природные условия высокогорья должны были существенно сказаться на внешности Калашей. Но почему этого не произошло? Еще один пример несостоятельности гипотезы, объясняющей происхождение рас и народов – история цыган. Согласно официальной науке, представители рассеянных по земному шару таборов должны отличаться друг от друга, как китайцы от эфиопов. Это определенная общность людей. Живущих определенным укладом. Само слово «цыган» – это очень новое слово относительно. Вот в историзме это очень новое слово. И для жителей, живущих на территории Румынии, Индии, Молдавии, сейчас уже там Америки, Канады, это абсолютно разные группы с разным языком, иногда не понимающие друг друга. Однако последние исследования доказали, что большая часть цыган, или как они сами себя называют, Рама – единый народ. При этом за тысячи лет кочевой жизни они практически не изменились. В разное время выдвигались гипотезы о том, где находилась их родина. В частности, предполагалось, что цыгане – выходцы из Египта. На это намекают названия народа на английском «джипсис» и на испанском «джитанос». По другой версии, цыгане пришли из Индии. Есть предположение, что принцип медитации, который используют брахманы, очень схож с цыганским гипнозом. Кроме того, сходство прослеживается в индийских и цыганских методах дрессировки животных. Наконец, в 2017 году была выдвинута версия, что родина цыган – Палестина. Более того, согласно этой новой гипотезе, евреи и цыгане – один народ. Тайны происхождения одного из самых загадочных народов – цыган – больше нет. Об этом заявили ученые из Тель-Авива. По их словам, цыгане – одно из потерянных колен Израилевых, потомки сына библейского патриарха Иакова Симеона. Израиль. Декабрь 2017 года. На первом в истории человечества еврейско-цыганском форуме исследователь Шмуэль Абукия рассказал о сенсационных результатах своих исследований. По его словам, нацисты неслучайно поставили задачу уничтожить два древних народа – евреев и цыган. Фашисты знали нечто большее об их происхождении. Есть цыгане в Израиле и те, которые ассимилировались и, соответственно, приняли юр, стали евреями, мало чем отличаются, собственно, от израильтян. Нередко цыгане при переселении в землю Израиля выдавали себя за евреев, а потом просто ассимилировались среди них. К настоящему времени эти люди практически полностью растворились в еврейском окружении. Значит, ландшафт, климат и культурная среда практически не влияют на формирование разных рас и народов, как считает официальная наука. Возможно, антропологи неправы, и разные расы произошли не от одной группы людей, а от совершенно разных предков. Смотрите далее. Загадка Черной Венеры. Чем девушка из племени Готентотов удивила Европу? Вместо ежедневного омовения они натирали тело влажным коровьим навозом. Опасное наследство. Неужели мы произошли от неандертальцев? Они намоили цветы, клали, у них были травы, церемонии. И какой эксперимент поставили пришельцы над нашими предками? Было непосредственное воздействие тех, кого можно условно назвать богами. Еще столетия назад бытовала гипотеза о том, что на Земле существуют народы, которые произошли от человекообразных приматов. Это представители так называемой кайсенской расы, жители Южной Африки, бушмены и готентоты. Внешне они заметно отличаются от других народов региона. У женщин, например, чрезмерно выпуклые ягодицы. А многие их обычаи вызывают у жителей Запада как минимум недоумение. Гигиена готентотов с позиции современного человека представляется просто чудовищной. Вместо ежедневного омовения они натирали тело влажным коровьим навозом, который после подсыхания просто удалялся. Кайсанские народы говорят на очень странном наречии, в котором присутствуют кликающие, щелкающие и цокающие звуки. Ничего подобного нет больше ни в одном языке мира. Кстати, многие пользователи интернета уверены, что сигнал оповещения о получении сообщения в одной из популярных российских соцсетей взяли как раз из речи жителей Южной Африки. При смешанных браках с другими народами у бушменов и готентотов, как правило, рождаются дети с серьезными отклонениями. С бушменами не всегда происходит, вот даже, как показано, гибриды не всегда образуются, или там метисы часто не получаются, почему. Вот, эти бушмены у них просто это люди как бы другого подвида. Британская империя, Лондон, 1810 год. В городе появляется невиданное до той поры развлечение. Публики за деньги показывают обнаженную готентотку Саарти Бартман. Девушку даже прозвали Готентотская Венера. После смерти останки Саарти Бартман еще долго показывали на лекциях по антропологии как доказательство, насколько африканцы близки к обезьянам. В 21 веке готентотами заинтересовались генетики. Они исследовали их геном и пришли к сенсационным выводам. Оказывается, кайсанские народы – это не примитивные родственники современного человека, а вполне возможно, наши непосредственные предки. Современные генетические исследования установили, что среди этого народа сохранился характерный для первых людей тип Y-хромосомы. Это указывает на то, что, возможно, все представители рода хомосоменс произошли от этого антропологического типа. И именно готентоты и родственные им группы, по мнению некоторых исследователей, относятся к главной, собственно, расе человечества. Историки считают, что готентоты отделились от основной ветви человечества около 100 тысяч лет назад. Они до сих пор выглядят и живут как первые хомосапиенс. Другими словами, касается и самая нетронутая внешними воздействиями человеческая раса. Чего не скажешь о монголоидах или европеоидах. Германия. Лейпциг. 2010 год. Ученые из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка закончили четырехлетнюю работу по расшифровке генома неандертальца. Результаты их исследования стали сенсацией. Генетики получили неопровержимые доказательства смешения видов, в результате которого нам досталась частичка генома неандертальца. В среднем для Евразии концентрация геному, наследованного от вымершего вида, составляет от двух до трех процентов ТНК. Когда-то неандертальцев считали нашими непосредственными предками. Однако потом выяснилось, что многие тысячелетия они существовали параллельно с кроманьонцами, от которых и произошли современные люди. При этом два вида людей серьезно враждовали. Достоверно известно, что неандертальцы бесследно исчезли около 40 тысяч лет назад. В борьбе за существование они проиграли вот этим более юрким, более ловким кроманьонцам, из которых все мы получились, вот, наше человечество. Но только не совсем проиграли, а частично остались у нас. В середине 20 века антропологи считали неандертальцев крайне примитивными созданиями. Сегодня отношение к неандертальцам или палеоантропам изменилось. Археологи выяснили, что они, в отличие от кроманьонцев, хоронили погибших, заботились о старших, соблюдали религиозные ритуалы и, возможно, играли на музыкальных инструментах. Нашли костяну и стериль, правда, с тремя дырочками, там три нота было, но все-таки музыка-то у них появилась на земле у первого, а не у кроманьонцев. У них были траурные церемонии. Это отдельное человечество, которое жило своим путем. Но, как ни странно, при столь развитой духовной жизни неандертальцы не владели членораздельной речью, не умели шить теплую одежду, не знали огня и были каннибалами. Они просто съедали убитых врагов. Что, по мнению некоторых историков, могло послужить причиной их гибели? Когда пища поедается сырая, то процесс ее переваривания занимает гораздо больше времени, и происходит отток крови от головного мозга к желудку. А когда, значит, загорелся огонь, он возжег и огонь разума в человеке. И меньше, так сказать, крови стало отливать на желудочные, так сказать, процессы различные. По данным генетиков, потомками палеоантропов являются европейцы. А вот в формировании монголоидной расы приняли участие другие родственники хомо сапиенс, еще более загадочные, чем неандертальцы. У гренландских эскимосов найдены гены денисовцев, загадочного вида первобытных людей, живших в Сибири 40 тысяч лет назад. Американские ученые выяснили, что именно эти гены позволяют эскимосам хорошо переносить холод. Но, может быть, такое генетическое наследство есть не только у жителей Крайнего Севера? Гены денисовцев часто встречаются среди жителей Азии и Океании. Например, у малонезийцев целых 5% общих с ними генов. Кто же такие денисовцы? Об их существовании стало известно около 10 лет назад. Тогда немецкие ученые исследовали фалангу пальца, найденную в Денисовой пещере на Алтае. Изучения генома показали, что они были темнокожие, темноглазые, темноволосые. Найденный в пещере необычайно большой зуб позволяет предположить, что денисовцы были такими же крупными, как и неандертальцы. Ученые считают, что и те, и другие сыграли достаточно важную роль в формировании всех человеческих рас. Кроме одной. У людей, предки которых не выходили за территорию Африканского континента, практически нет ни генов неандертальца, ни генов нескольких человек. Просто потому, что популяции не пересекались, и такого обмена генами не происходило. Что же именно европеоиды, монголоиды и жители Австралии унаследовали от представителей параллельного человечества? И как эти гены могут повлиять на жизнь современных людей? Дар предков или проклятие? Гены денисовцев и неандертальцев есть у многих народов Земли, в том числе и у жителей России. Что несут ДНК древних людей? Может быть, предрасположенность к неизлечимым болезням? До того, как геномы неандертальцев и денисовцев были расшифрованы, ученые предлагали самые разные версии о происхождении рас и их особенностях. Были и весьма экзотические. Ну, вот ген рыжести, это моего получили от неандертальца. Вот такая любопильность у рыжих тоже, она связана с тем, что это все досталось нам от неандертальцев. Впрочем, сейчас выяснилось, что ни к цвету волос, ни к либидо неандертальцы отношения не имеют. Зато, как считают многие антропологи, именно гены полиантропов придали людям белой расы такие качества, как трудолюбие и умение справляться с трудностями. Неандертальцы и денисовцы нарабатывали какие-то свои признаки, которые были необходимы в дальнейшем для развития. Так как неандертальцы, они же растворились, то есть их не стало. То есть была тупиковая ветвь, но от нее нужно было что-то убраться. Люди от нее взяли. То есть те качества общения с природой, которые были неандертальцы, они приобрели благодаря этому взаимодействию. Человек стал более приспособлен к жизни в материальном мире. Как помогают современным людям гены далеких предков, узнаем из эксперимента программы «Тайный Чапман». Проверим, кто лучше переносит жару. Жители африканских стран берега Слоновой Кости, Египта и гость из Поднебесной или представитель русского народа. Для этого мы пригласили наших героев в баню. Температура за 80. Участник из России делает что-то немыслимое для иностранцев. Надевает теплые вещи, рукавицы и шапку. И, судя по всему, чувствует себя неплохо. Как дома ощущают себя и африканцы. А вот житель Китая, похоже, готов сдаться. Так и есть. Через полчаса участник, китаец, просит выпустить его из парилки. Наш Николай покрылся каплями пота и, возможно, покинет баню вторым. Как завершится этот горячий эксперимент, узнаем совсем скоро. Неандертальцы не могли переносить сильную жару. С трудом это делаем и мы. Зато от палеоантропов к нам перешел ген так называемой морозоустойчивости. Почти 80% населения Евразии являются обладателями неандертальской версии генома, отвечающей за выработку, например, кератина. Протеин, укрепляющий кожу, волосы, ногти, способствовал более легкой адаптации к холодному, по сравнению, конечно, с африканским климату, Европы. Считается, что именно неандертальский кератин помог пришедшим из Африки кроманьонцам быстро адаптироваться к суровому климату Европы. От питавшихся преимущественно мясом неандертальцев нам досталась и способность перерабатывать в энергию животный жир. Впрочем, именно с особенностями метаболизма неандертальцев связано и главное проклятие 21 века – сахарный диабет. Неандертальцы, они кушали достаточно редко, им удавалось поесть не так часто, как нам, не три раза в день. Поэтому их метаболизм был склонен накапливать ту пищу, которую они потребляют, и потом её медленно расходовать в течение последующего времени. В современных реалиях человек кушает не раз в неделю, он кушает гораздо чаще, поэтому в случае переедания те же самые гены могут привести к развитию сахарного диабета. Но избыток кератина в коже часто способствует возникновению одного из самых опасных онкологических заболеваний – меланомы. Кроме того, от неандертальцев нам досталась масса не столь серьёзных, но достаточно неприятных подарков. Среди них повышенная свёртываемость крови, недержание мочи, депрессия и даже никотиновая зависимость. Самое неожиданное для учёных оказалось открытие влияния неандертальской ДНК на никотиновую зависимость. Очень странный геном, особенно учитывая тот факт, что в то время, конечно, не существовало неандертальцев, которые курили бы трубки. Если в геноме жителей Европы есть ДНК неандертальцев, у жителей Азии течёт кровь денисовцев, то у жителей Австралии и Индонезии среди предков могут быть хоббиты. И это не шутка. Возможно, среди предков человека были хоббиты. Именно так археологи окрестили древних людей, чьи скелеты обнаружили на индонезийском острове Флорес. Рост родственников Хомо Сапиенс, так же, как и героев книг Толкина, не превышал одного метра. Индонезия. Остров Флорес. 2003 год. Экспедиция под руководством австралийца Майка Морвуда обнаружила чрезвычайно маленький скелет возрастом в несколько десятков тысяч лет. К удивлению специалистов, он принадлежал взрослому и здоровому человеку. По всей видимости, человек-флоресский или хоббит умел пользоваться огнём, делал каменные орудия труда и даже украшения. Учёные считают хоббитов тупиковой ветвью развития человечества. Однако не исключено, что именно их ДНК определяет низкий рост многих народов, живущих на островах Тихого океана и в Австралии. Впрочем, многие антропологи считают, что значение генов, доставшихся нам от неандертальцев и других дальних родственников, не стоит переоценивать. Гораздо серьёзнее было влияние внеземных существ. Смотрите далее. Жертвы вивисекции. Кто ставил эксперименты над человечеством? Наш общий предок, скорее бы, очень больше похож на мышь, среднее что-то мышью и лягушкой. Всё было не так. Теория Дарвина. Правда или вымысел? Челюсть, например, горилле, жившей там лет 500 назад. А лобные кости. Умершему лет 50-80 лет на человек. И результаты эксперимента программы «Тайный Чапман». Кто выдержит русскую парную? Всё равно, наверное, победит африканец. Мы произошли от инопланетян. Этой теорией уже никого не удивить. Даже серьёзные учёные соглашаются, что в гипотезе Дарвина о происхождении человека от обезьяны очень много несостыковок. В 10-10 степени уже это 10-10, то есть здесь с десятью нулями, вот сколько нейронов у нас. Но связи, между ними, эти связи очень сложные. И вот если всю эту цепь собрать бы эти кусочки, то эта цепь продлилась бы от Земли до Луны и обратно. Это страшное дело. И вот отбирать и строить такую конструкцию отбором уже невозможно. Значит, можно что предположить, что когда-то человек подвергся генной инженерии или, можно сказать, биотехнологическим процессам. Но как давно это произошло? И кто был нашим предком? Есть несколько версий. По одной из них, человечество появилось на Земле миллионы лет назад. В качестве основы для опытов пришельцы взяли одного из первых представителей класса млекопитающих. Этот предок, наш общий предок, скорее бы, очень больше похож на мыши, средний что-то мышью и лягушкой. Вот эти вот примитивные млекопитающие могли послужить как экспериментальные существа. И в результате этого получились неандертальцы, кроманьонцы. Согласно другой гипотезе, опыты ставили уже на приматах. Сторонники теории Дарвина давно пытаются найти переходное звено между обезьяной и человеком. История знает случаи, когда чересчур инициативные биологи даже шли на откровенное мошенничество. Нектор Доусон, археолог-любитель, в городке, в небольшой деревушке Пиддлтаун, в Рафе Сассекс, нашел, наконец, вот ту самую переходную ступень. Как выяснилось, челюсть была обезьяней, а лобная кость оказалась человеческой. Вот оно, наконец-то! Прошло 50 лет, практически до конца 50-х годов, когда только с помощью радионуклетибного анализа было доказано, что это афера и мошенничество. Челюсть набирала горилле, жившей там лет 500 назад, а лобная кость, умершему лет 50-80 лет, на тот человек, который наупер просто с какого-то обезьянского кладбища. Однако, согласно гипотезе об инопланетном вмешательстве, никакого переходного звена никогда и не было. Обезьяна превратилась в человека за рекордно короткие сроки. В лаборатории пришельцев. Правда, рынок своей теории, что человек произошел от обезьяны, в том плане, что физическое тело обезьян было трансформировано с помощью внедрения ДНК человека. Одновременно правы те, что видят здесь божественное происхождение человека, потому что ДНК было принесено высшими гуманоидными цивилизациями на Землю. Исследователи не знают, что за существа провели этот эксперимент над землянами. Однако очевидно, что это произошло около 180 тысяч лет назад. Так датируются останки и следы деятельности Homo sapiens, человека разумного в Восточной Африке. Десятки тысячелетий популяция человечества развивалась без каких-либо внешних вмешательств. Но затем эксперименты продолжились. Из одного человечества с помощью генной инженерии были созданы разные расы. Был произведен эксперимент. Здесь уже было непосредственное воздействие тех, кого можно условно назвать богами, чтобы каждая из будущих рас формировала свои признаки развития. Ну и таким образом все человечество вместе быстро развивалось. Почему представители трех основных рас так сильно отличаются друг от друга? Сторонники гипотезы инопланетного вмешательства считают, что неизвестные экспериментаторы привили нам ДНК представителей разных, непохожих друг на друга инопланетных цивилизаций. Вероятно, даже обитателей разных, далеких друг от друга галактик. Чтобы понять, какими были наши инопланетные предки, нужно приглядеться к признакам, отличающим одну расу от другой. Например, есть гипотеза, что эпикантус или монгольскую складку кожи во внутреннем уголке глаза жители Азии унаследовали от расы серых инопланетян или греев. Исследователи аномальных явлений часто пишут о том, что глаза пришельцев напоминают им нынешних представителей монголоидной расы. Также об особенностях, присущих загадочным инопланетным прародителям, могут говорить и свойственные только определенным группам народов болезни. Например, мы знаем еврейские болезни, совершенно точно установленные, встречаются практически в 12% случаев. Мы знаем болезни южных народов, например, итальянцев, азербайджанцев, у которых достаточно часто встречается аномалия оболочки эритроцитов. Поэтому и просто бобы может вызвать очень большую часть населения разрушение, массивное разрушение эритроцитов и болезни. Свои инопланетные предки были и у европеоидов, и у нынешних жителей Африки, Америки и Австралии. Чтобы расы не смешивались, инопланетные экспериментаторы расселили их по разным частям планеты, на расстоянии около 6000 километров друг от друга. Одна точка в Африке, вторая точка на уровне Батуми, это точка белой расы. Потом точка фактически в Китае, монголоидная раса. И четвертая точка – это в Австралии. В доплённом моменте времени они обязаны и должны были развиваться отдельно, то есть провалены друг к другу без соприкосновений. Центры, в которых появились различные расы, отделены друг от друга болотами, реками, морями и горами. До недавнего времени эти преграды отлично работали. Межрасовые браки стали обычным явлением только в новое время. Многие учёные считают, что такие союзы часто приводят к рождению детей с серьёзными проблемами со здоровьем. Межрасовые браки, они на первых поколениях демонстрируют достаточно вариабельность потомства, но, как правило, на следующих поколениях умножаются признаки дегенеративные. Но в некоторых странах законодательно не рекомендовано межрасовые браки, и это норматировано. После разделения человечества на расы эксперименты с инопланетной ДНК, по всей видимости, продолжились. Их результатом стали тысячи непохожих друг на друга народов. Исследователь аномальных явлений Стюарт Свердлов высказал предположение о том, что русские появились в результате экспериментов с ДНК так называемых алиинов. Стюарт Свердлов полагает, что алиены, так он называет, рептилоидов, инопланетян прилетели из галактики Тау-Кита и сосредоточили свое внимание прежде всего на Сибири, в Уральских горах. Географические условия там схожи с Тау-Киту. И, соответственно, вот поэтому они выбрали территорию России. Алиены добавили свою ДНК к человеческому прототипу, создав славянские народы. По мнению исследователя, прародители русского народа из галактики Тау-Кита до сих пор продолжают общаться со своими потомками. Более того, по мнению Стюарта Свердлова, 50-е годы 20-го века Советский Союз даже подписал с пришельцами соглашение по использованию баз в Сибири и подземелье Уральских гор. Якобы с 1958 по 80-е годы на Урале проводились очередные эксперименты над людьми с применением инопланетных технологий. Вот почему Свердловск был закрытым городом. Также считается, что американский самолет-шпион, который был, как известно, сбит под Свердловском в начале 60-х годов, когда Соединенные Штаты пробовали узнать о секретной деятельности не военно-промышленного комплекса Советского Союза, а именно о деятельности Алиена. Советский Союз. Северный Урал. 2 февраля 1959 года. На безымянном перевале на склоне горы Халат-Чахаль при странных обстоятельствах гибнут 9 туристов-лыжников из группы Игоря Дятлова. На их телах остались следы нечеловеческой жестокости, вроде вырванных глаз и языка. При этом на одежде погибших обнаружили следы сильной радиации. До сих пор нет внятной гипотезы, которая объясняла бы все обстоятельства трагедии. За несостоятельностью были отменены версии о сокрушительной лавине, нападении беглых уголовников, местных жителей или американских шпионов. Исследователь аномальных явлений Стюарт Свердлов выдвинул версию о том, что группу погубили загадочные прародители русского народа из галактики Таокита, на которых туристы наткнулись на свою беду. Этой концепцией созвучна и теория российского исследователя аномальных явлений, автора книги «Рептилоиды. Друзья или враги» Андрея Тюняева. Большая часть древних народов произошла от рептилоидов. Некоторые российские исследователи утверждают, что прародителями скифов, кельтов, ариев были существа из древних мифов, даже отдаленно не напоминающие людей. По мнению Тюняева, у народов, которые ведут свою родословную от разумных рептилий, сохранились многочисленные предания о величественных драконах или мудрых змеях. В русских народных сказках различного рода присмыкающихся более чем достаточно. Смотрите далее. Под властью рептилоидов. Какую цель преследуют инопланетяне? Земля является уникальной планетой, планета-тренажер. Татаро-монгольская ига. Есть ли в нашем ДНК следы нашествия Орды? Татарский генофонд, пожалуй, еще сложнее, и я бы даже сказал, интереснее русского. И над каким народом не властна жара? Результаты эксперимента программы «Тайный Чапман». Я бы, понятно, ставил на нашего. Эксперимент программы «Тайный Чапман» продолжается. Помогут ли Николаю гены рептилоидов выдержать горячий пар русской бани? Вот уже более 40 минут он сидит в парилке вместе с арабом Ахмедом и ивуарийцем Сержем. И, похоже, готов сдаться. Однако вот чудо! Первым из парилки выходит житель жаркого берега Слоновой Кости. У Николая, который едва не выбросил белый флаг, открывается второе дыхание. Он поддает еще пару и забирается на верхнюю полку. Впрочем, египтянин не отстает и следует за ним. Но Ахмед свои силы, видимо, не рассчитал. Его хватило лишь на несколько минут. А Николай, оставшись один, решает показать проигравшим участникам высший класс и повышает температуру еще на несколько градусов. Судья соревнования, владелец спортивного центра, в котором проходил эксперимент, подводит итоги. Я, понятно, ставил на нашего, но я рассуждал, да, ну, холодным умом, все-таки думал, что все равно, наверное, победит африканец. А русский человек, он, скажем так, чем обладает, да, по сравнению с другими, да, вот, это терпение и силоволие. Благодаря чему мы, наверное, победили не раз на войне и так далее. Конспирологи считают, что инопланетные экспериментаторы добивались не только внешних различий между народами, но и ментального своеобразия. С чувствами оказалось лучше всего у как раз индейцев Америки. У белой расы лучше всего развивался интеллект, направление технического развития и так далее. В плане чувств как-то немножко хуже. Но одновременно те, у кого сильнее развиты чувства, те являются наиболее слабыми с точки зрения выживаемости. По мнению сторонников этой гипотезы, тонкую душевную организацию индейцев, азиатов и африканцев и рациональность жителей Запада сочетает в себе только русский народ. Что делает нас уникальной нацией? Есть гипотеза, что инопланетные генетики создали русских как духовный камертон для всего мира. Тут особое направление, которое в свое время было заложено, оно служит для того, чтобы человечество имело катализатор дальнейшего духовного светлого развития. То, что наша цивилизация в большей степени духовная, нежели материальная, часто создают у других народов иллюзию слабости России, за что на протяжении последних веков серьезно поплатились многие географические соседи. Мы раздражали других своим отличием, своей некоммерческой природой, ощущением слабости власти. Вот только протяни руку и сокровище заберешь. Но как только эти страны пробовали всерьез войти и повлиять на нас, они сталкивались с неожиданным отпором, который возрастал по мере вот этого давления. В последние годы часто говорят, от русского народа осталось одно название. На самом деле мы потомки десятков наций, когда-либо обитавших на огромных просторах Севера Евразии. Недаром есть поговорка «По скреби русского найдешь татарина». Но насколько точен отечественный фольклор? Соединенные Штаты Америки. Январь 2008 года. В журнале American Journal of Human Genetics опубликована статья об исследовании русского генофонда, проведенного российскими и эстонскими учеными. В ходе этих исследований были получены сенсационные результаты. Оказывается, монголо-татарских генов в жителях России практически нет. Более того, совсем немного их и у современного народа, который называется татарами. Татарский генофонд, пожалуй, еще сложнее, и я бы даже сказал, интереснее русского. В нем есть, конечно, доля монголоидного генофонда, пришедшего из Центральной Азии, но еще большая доля того же самого финно-угорского. Того населения, что жило на этих землях еще до славян и до татар. Так что различия между русским и татарским генофондом, хотя и есть, но вовсе не колоссальные. Русские полностью европейские, а татарские по большей части европейские. Исследование преподнесло и другую сенсацию. Оказывается, русские – это не один, а целых два генетически разных народа – южный и северный. В центре России, на Украине, в Белоруссии и в Польше были сами ранние поселения славян, а уже оттуда пошла южная волна освоения окрестных земель, заселения другими народами. От другой северной волны славян, как теперь уверенно говорят и археологи, происходит население древнего Новгорода, и это тоже стало причиной своеобразного северного русского генофонда. Конспирологи считают, что русский народ – венец творения инопланетных генетиков. Впрочем, не бывает народов первого и второго сорта. В будущем наверняка будут востребованы сильные стороны всех народов – и русских, и американцев, и жителей тропической Африки. Земля является уникальной планетой, инопланетой тренажер. Каждый раз она нарабатывала свои признаки, для чего они были предназначены. Сейчас, по моим данным, где-то 98% признаков наработано. Главное, считают исследователи, не мешать народам Земли следовать пути, который был изначально определен инопланетными создателями. Что в последние столетия пыталась сделать сначала Британская империя, затем Соединенные Штаты Америки, навязывая всему миру свой образ жизни. Афроамериканцы, которые переехали в Соединенные Штаты, например, они начинают разделять эти ценности и становятся стопроцентными американцами. Цель жизни которых – неограниченное потребление, утверждение своего «я», «его». Это очень плохо. Как раз расовое разнообразие и этническое разнообразие есть залог выживания по лесу. Но к какому испытанию нас готовят загадочные прародители? Возможно, земляне должны отразить угрозу галактического масштаба? Или в далеком будущем стать главной цивилизацией в обитаемом космосе? Те, кто ставит над человечеством эксперимент, вряд ли раскроют нам его цели. Никакая высокорезонная цивилизация не будет оставлять этих следов или стремиться сделать контакт с нами. Почему? Потому что есть один общий закон. Вот в такую вот биологически развивающую систему, как у нас, живые системы, вмешиваться не стоит. И в результате этого эти системы все гибнут. Но если учесть, как стремительно развивается наука, возможно, скоро и гипотеза об инопланетном происхождении рас и народов получит свое подтверждение. Ведь сегодня разгадывать древние тайны людям помогает не только сверхсовременное оборудование в генетических лабораториях, но и военная техника. В Израиле во время учений на военном полигоне с помощью беспилотника обнаружили храм возрастом более двух тысяч лет. Доказано, что его возвели и думеи, бесследно исчезнувшие как раз в начале нашей эры. Возможно, современная техника поможет разгадать загадку происхождения и гибели и других древних народов. Сегодня одной тайной стало меньше. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ.